А мы же с вами договорились, давайте мы попробуем с вами играть по правилам. Правила игры мы только что с вами изложили. Вот делать как угодно, как вам хочется, так? Можно будет, у нас и упражнение потом специально будет на свободную деформацию, ради бога. Но сейчас, Куренька, ради бога, попробуйте научиться хоть один раз сделать не косо и не криво. Ведь это не так сложно, взять, провести прямую линию и играть вот прямую. Так, ребята, у вас есть молодая зная лица, нельзя с лишним долго заниматься одним темом. Молодая перестанет, как я не знаю, это вы понимаете, что я уже так считаю. Я из моря на Тарас. А, все, конечно. Ну, кстати, мы нашли дорогу на Татарку в то место, куда вы в прошлом году ходили. Конечно. А здесь очень просто. Для автомобилей. А, там есть даже два варианта. Приведи линию более-менее параллельно. Так, ага. С вашей точки зрения, если мы берем у этого человека, соединим прямую линию и его уголки губ. Так. Скажите, эта линия будет параллельно краю листа или нет? Ну, чуть-чуть нет. В лице человека не бывает чуть-чуть. Не бывает чуть-чуть. У вас очень сильно перекошен рот. Плюс к этому, подождите, Курень, не все. Вот у этого глазика, от угла кугу провели. Вот у вас ось этого глазика, а теперь ось вот этого глазика. Скажите, они вообще одинаковые направлены или нет? Нет. А что за горе с ним случилось? А ухо зеленок. Угу. Он очень похож на хмельона. Не, и на хмельон он не похож. В данном случае он похож просто на неаккуратно сделанный рисунок. Вот давайте, ребят, еще раз говорю, вот эта часть занятия, это попытка игры по правилам. Вот вам правила. Вот есть некоторые правила. Попробуйте сделать изображение по этим правилам. Дальше вы будете менять их, которые вам нужны. Смотрите, это был бы пустяк для любой другой части тела, а галюция недопустима. Посмотрите, у вас это ноздря направлено вот так вот, у ее ось. А это тогда, значит, вот сюда должна быть скушена, а она вот куда? То есть вы, на самом деле, нос человека вот так вот сняли. Так, значит, если уж это так, то тогда вот так. Вот так, да? Хорошо. Ну, немножко намечаем на свободное, хотя бы чуть-чуть, да? Угу. Хорошо. Так, ничего, нормально. Нормально, нормально. Вот этот человек, так, смотрит, точнее, голова его развернута точно на вас, или немножко повернута влево или вправо. Вот это. Скинушку повернута. Ага. Посмотрите, почему получилось. А вот эта часть чуть-чуть больше выступает вот сюда, скулы, чем вот эта. Все, сразу разворот головы. С этим ничего не сделаешь. Если хотите нарисовать по заданным правилам, мелочей здесь не бывает. Потому что чуть-чуть изменили линию, все. Понятно, рожать стало интереснее. Линию подбородка чуть-чуть на меня. Это мальчишка, соответственно, подбородка выступать должен. Ага. Очень сложно. Слегка перекошенный, но на самом-то деле вот так линия пойдет. Видите, такое ощущение, что у него здесь больной зуб. У него вот так щеку раздуло. Отсюда такое несколько удивленное, слегка испуганное выражение лица. Как будто я вам сейчас сказать об этом. Нет, ну вы знаете, если у вас так... А размер левой и правой щеки у вашего человека одинаковый или нет? Ага. Нет, а если не мерить, а посмотреть просто. Ага. Нет. Значит, вы что сделали? А вы взяли овал лица, вот, рот, нос, губа, все это на прямую линию посадили, а овал лица у вас уехал вон туда. Вот если вы овал лица поправите, вот так, да? Вот так. Вот видите, на самом деле ширина щеки изменилась на миллиметр, не больше. Но сразу абсолютно другое... Вот, видите, лицо другим стало. Понятно? Ну вот здесь вот, на самом деле, вот так. Угу. Угу. Но даже у блондинок бывают ноздри. Можете делать какие угодно, да? Но если уж вы стремитесь сейчас сделать смотрящего прямо человека, то давайте все-таки у вас будут получаться люди, смотрящие прямо. Да. Вот он такой человек. Вот посмотри. Ты вот эту часть лица сделал совершенно одинаково оба раза. Так? Угу. Значит. А попробуй все-таки немножко изменить его выражение. Угу. Вот попробуй сделать так, чтобы выражение лица этого человека было другое. Я даже не буду пока, не буду показывать, как это надо сделать. Попробуй сам попридумать. Угу. А нет, нет. Вот на основе этого лица, вот здесь вот меняю что-нибудь, для того, чтобы изменилось выражение лица. Ну не бывает чуть-чуть в лица лица. Ну не бывает чуть-чуть в лице человека. Значит, при таком варианте, как правило, бывает подбородок с вот более-менее выраженной ямочкой посередине. Так, мощный подбородок, сильно выдвинутый, хорошо расчлененный на обе части вот эту линию он брать. Так, при такой высоте скула обязательно будут хорошо выделены вот эти линии, ограничивающие щелку сверху. Мы у нас огубное бы наметили. Так. Ну что ж, такой выразительный, опять же, римский, мощный человек. Нормально. Можно еще вот эту вот линию, очень сильно влияет на передачу настроения, центральное, межглубное. Так, да. Так. Угу. А, неинтересно сделаю, да. Вот смотрите, здесь у вас вот такой заморожек, да? А, неинтересно, да, вот присмотреть. А, неизвестно, я сделаю что-нибудь даже вот такое, да? Неизвестно, вот. Угу. Ага. Вот, Паша, это разукрашивание, ноги, мы штрихальную уберем. Угу. Угу. Ну, посмотрите, какой у нас вольнолюбивая Ника, богиня Победы. Ну, если вот эту шовку убрать. Угу. Ну, посмотрите, как. Несколько линий, обрамляющих лицо, несколько линий прически. Сразу меняет его выражение. Увидели? Да. Угу. Так. Ну, нормально. Ну, во-первых, то, что кривой подбородок, это видишь? Да, вы уж это ими тогда сюда. Во-вторых, ну, давай посмотрим, вот у тебя длина глаз, да, от одного уголка к другому. Скажи, пожалуйста, сколько раз эта длина у тебя вложится в ширину подбородка? Три. Три раза. Ты таких людей, как Гарри, видишь, видишь, это даже не Шварцнеггер. Это я не понимаю, что это там бульдозер какой-то на ножке. Да? Ну, не бывает у людей таких подбородков. Даже если ты решил там нарисовать сверхмужественного человека, ну, все равно все хорошо в меру. Ну, и потом, если такая ширина черепа, у тебя дивный мужик получил, с мамой, между прочим. Знаешь, вот такая мечта некоторого класса барышеньки. Совсем безмозгутная, ну, потому что в этом черепе для мозгов места нет. Но зато мужская сила гигантская, челюсть у него, о, какая, да? Ну, мозги-то ему все-таки нужны хотя бы немножко, да? Значит, ну, вот так вот. Давай мы слегка приведем. Ну, и это к чему-нибудь. Ну, я такую деформацию отношу за счет твоего сегодняшнего мрачноватого настроения. У тебя такой слегка мизантропический настрой сегодня. Как видно. Ага. Чего ты с ними? Так, ну, так сильно впалые щеки бывают, ну, я не знаю, если там двухнедельный пост, строгий пост человек выдержал, да, у него щеки так ввалятся. Значит, вообще-то обычные щеки у человека скорее глубокое, чем в твовом. Так? Значит, кстати, вот давай я совсем чуть-чуть добавлю отталкиваем рисунку, и получится очень выразительно. Вот что, смотри, вот я вот эти линии усилию, да? Вот так линия. А теперь? А ты же делай вот что. Мы получили вполне себе имеющее право на существование, вполне выразительный образ пожилой молящейся барышни, где уместны в палые щеки, где уместен вот этот скорбный рот и обвисшие брыли. И даже вот такой разворот брови. Понятно? Так что на самом деле в качестве рисуночного материала можно использовать буквально все. Но все-таки, когда вы изображаете, у нас же не было такой характерной задачи, в норме у человека вот так вот щеки не обвисают. На самом деле дивная карнавальная маска из такого очень хорошего, неаполитанского, да? Ну ты сделаешь здесь какой-нибудь кружевной воротник вот такой, да? Как среднее пояс начали. Да? Да, вообще какие-то барлыки. Да, 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 да. Очень хорошо, очень выразительно. Начали. Причем все поняли, что Коль сам породил. Я же здесь не одной линии, но я вот эту вот линию сделал. Ну, Коль, все это очень славно, но задача у нас другая была. Да, милый. А так рисунок отличный. Все, хорошо. Откуда ощущение глубокого удовольствия в встрече с таким человеком? Во-первых, согласие. Мало того, что у него этот глазик в полтора раза больше черный, мало того, что они под разным углом поставлены. А еще, вот может ли нормальный человек вот так свисти глаза? Может, смотри на меня. Понятно? Если я вижу вот такого человека, я могу ждать от него, ну, самых неожиданных дел. Вот. Значит, во-вторых, во-вторых, ну, нет, наздрей Господь с этим. СМЕХ 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 А то, что овал лица у нее перекошенный, это видишь? Нет. Да нет, наздрей мой, она в том подъезжает. Вот, 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 вот. Вот смотри, вот так, на самом деле, и вот так. СМЕХ А у нас задачка сейчас была изобразить смотрящего прямо перед собой человека. СМЕХ А она на нос смотрит. СМЕХ Она смотрит не прямо перед собой, а на собственную переносицу. СМЕХ Ну, так у нее жить сложно. СМЕХ И это не получается. СМЕХ Я могу смотреть на свой нос. СМЕХ Кстати, ребята, учтите, что не самое полезное упражнение для глазодвигательных мышц ваших. СМЕХ Хорошо. Ладно, ну все, давайте к местам. СМЕХ 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 Поскольку это просто не лицо человека. СМЕХ Вы изобразили нечто другое. СМЕХ СМЕХ Давайте мы все-таки попробуем находиться в рамках занятий. СМЕХ СМЕХ Ну, нормально. Пока так изображается, потом разберемся. СМЕХ О, как славно. Ну-ка, можно? СМЕХ Так, хорошая идея. СМЕХ И, кстати, действительно при этом мой нос, вот при таком положении рта, и форма носа будет изменяться. СМЕХ Видимо. СМЕХ Вот это, если вот это уберете, сразу контур лица изменится. СМЕХ Немножко надо будет поправить вот здесь эту линию. Очень просто. Ну, допустим. Хорошо, посмотрите на этого человека. Ну, вообще, по идее, может быть у человека такая внешность, вполне. Но вот если вы его увидите, будете описывать другому человеку. Что вы скажете про особенности этого лица? Очень маленькие глаза. Ну, да, узкие. Нет. Не в том дело, что они прищурены. Размер глаз. Посмотрите. У вас размер глаза существенно меньше, чем размер уха, ширина носа, длина половинки артапска, даже рот поджат. Бывают люди с такими маленькими глазами. Ну, в общем, да, бывают. Но это редкий случай. Обычно у человека глаза больше. Вам удалось победить себя. СМЕХ Значит. Да, вы действительно породили новый вариант компоновки. Тем более, если вот эту линию, линию, идущую между губами, проведете еще более косо, как-нибудь вот так, да, то у вас еще сильнее изменится. Но это не ваша линия, это моя, поэтому мы ее уберем. А теперь попробуйте сделать такую штуку. Вы все время изображаете брови, как вот такую, опускающуюся вниз. А, я знаю, что я говорю. А попробуйте по-другому брови сделать. И посмотрите, что будет с выражением. Мой человек заменился. Мой дедуля. Ага. А у вас свой грех появился. Теперь уже отчетливый видимый. Вы на всех ваших рисунках, да. Ага. На профиле этого нет. У вас очень хороший профиль. Очень выразительный. Угу. Угу. Вы лепите очень высокие скумы. При очень небольшом лбе. А вообще-то лица такой конструкции бывают. Если вы слышали, был такой поэт, один из немногих поэтов серебряного века, который остался и работал здесь, в России. Борис Леонидович Пастернак. Конечно. Так вот, Пастернака были необычайно длинные скумы. И на самом деле, действительно, ну у него и более узкие виски и высокая тема была, но пропорции лицевой части действительно примерно, ну почти такие. Так. Но это редкий вариант. Обычно такие высокоскулые лица в европейской традиции это редкость. Так. Так. В следующий раз, когда будем работать, попробуйте сделать все-таки не с такими высокими скулами. Угу. Так. Так. Ну давайте смотрим. Ага, ага, ага. Ну что, славненько. Славненько. Вы перешли в такой комиксовый стиль. Абсолютно имеете право на это. А сейчас, смотрите, пару линий и подчеркнем. Вот так, что я сделал. А я разбил линию губы и линию подбородка. Так. Вот так. Володя, не толкайся. Вот это делать ни в коем случае нельзя. Ага. Я что показал? А я показал, что нос начинается здесь, а вот это центральная межгубная. Смотрите, как сразу она капризно вытянула губы. Угу. Так. Можно еще ноздрю, конечно, здесь изобразить. Смотрите. Совсем немножечко добавление. Малое количество чувств. Так. И выражение здорово меняется. Но у этого парня, конечно, проблем не остается. Скажите, это его подбородок? Да. Вот если бы это был вырез футболки, да, так вот, да, а подбородок был бы вот здесь, то я бы сказал, что да, чудесный, такой, я не знаю, там, футбольный фанат, да, который вот переживает неудачный удар, что его любвица. Так что выражение, вот такое выражение называется «брови домиком», да? Угу. Через нос, рот и так далее. Ну не может подбородок съехать вот так. Если он просто чили сдвинул, да, тогда бы линия рта сместили. А так будем считать, что вот это у нас лоб в футболке. Так. Значит, это у вас такой футбольный фанат. На второй стороне тоже есть рисунки. Ага. Ну что, нормально, нормально. Вот с условной фигурой, ведь мы начинаем с завтрашнего дня, со всякой схематизацией лица и тела. Вот это что такое? А вот это что такое? Вообще черт. Все понятно. Ого, черт. Ну, похоже, черт. Я не черт. Это основательный человечек. Вы что? Вот. А мне кажется, мой черт. Единственное. Единственное, чего не бывает категорически. Челюсть у этого человека где кончается? Займем ухо вот так, да? А вот это что за линия? А я не буду шеей. Нет, вы понимаете, у вас получается, что челюсть у этого человека вот здесь. За ухом, как у крокодила было. У нас с вами так рот не устроили. Вот эту линию берите, а вот такую линию какую-нибудь сделайте. А здесь у вас шея уже учесть должна быть. Это понятно? Так. Да. Так. Ну что, нормально. Только вот это вот безобразие уберите. Потому что оно не имеет ни к чему отношения. Ну ладно. Вот это уже действительно приближено к человеку. Пять же. Пять же. Коль, заниматься... Еще одну покажи. Да. Красивым декором есть, конечно. Надо не иметь отношения к нашим занятиям. К нашим занятиям. К тому, чему ухо великовато. Да. Ну вот посмотрите, сравните с носом и с глазом, да? А во-вторых, вы мочку слишком близко вынесли сюда. Если уж у вас все так развернуто, то ухо вот так вот уезжает. Вот в этот размер на класс. Понятно. Идея понятна? Хорошо. А так отлично. Ну вот пока что-то его выражение здесь не вижу. Задумчивая хмурость, да? Ага. Я пока не вижу, ну может быть задумчиво, а то что хмурый не видно. Как можно легко показать хмурость? Нет, так не показывайте. Броди, броди. Что с бродями? Да. Когда человек хмурится. Чуть-чуть сдвигается взлом. Да, но броди не здесь. Вы рисуете линию верхних веков. Броди у человека вот здесь. Броди у человека вот здесь. Броди качка. Зачем глаз прикрыто. Аааа. Сноричный человек. Сноричный человек. Ну не важно на коль посмотреть. Есть линия по которой растут ресницы. А складочка которая идет на этой линии? Есть? Есть. Вот это называется верхняя линия века. А брови всегда выше нее. Вот здесь. Если вы вот так вот нарисуете две линии. Да, действительно, будет человек как рукой. Какое выражение пытались переводить? Да. Это пытался переводить испуг. Испуг, да? А я сейчас делаю вот что. Не дай его лазиться. В общем. Как на меня? Где? Так. Я тоже. Это даже не тяга? Я тоже. Я тоже. Вот так. Я говорю. Как выражение усилилось сильнее? Смотрите, что я сделал. Линия бровей. Приподнял и развел. А рот вместо закрытой линии открыл. Как изображать открытый рот, это мы в следующий раз с вами поговорим. Там свои правила существуют. Но можно не ограничиваться изображением вот таких статичных элементов, как мы с вами делаем. Можно, конечно, с ними это сделать. У вас голова в одних пропорциях, а ту еще совершенно в других поверхностях. Так, значит, для того, чтобы усилить это выражение, посмотрите, что я сделал. Я сделал, свел брови. Смотрите, насколько сразу усиливалось то выражение, которое вы собираетесь передать. Так, слегка подчеркнула носогубное. Ну, пожалуйста. Понятно? Хорошо. Кстати, у вас где-то здесь, вот так, чтобы очень... Да, очень славно. Вот на рисунках, изображающих настроение человека, асимметрия как раз к месту. Да? Значит, очень неплохое начало такого растерянного, сметенного человека. Да, конечно. Только вы учтите, что все-таки если рисуете волосы, да, если рисуете волосы, то у вас их на голове неожиданно много. Так, ну, если это линия черепа, а вы взяли прям по этой линии, понаделывая волосико, вы таким образом взяли и вмяли кости черепа внутрь. Каждый человек понимает, что волосы у вас определенную толщину составляют. Так что всегда увеличивайте, поднимайте вверх. Если вы рисуете волосы, то у вас есть, по-моему, торчей? Да? Не знаю. Значит, ваши все линии должны быть здорово подняты вверх. Вот так, вот так, очень славно. Очень славно. Да, давай, давай. Видите? Как всегда с лицом. Несколько маленьких черпочек сразу меня отсюда. А кто это? Знаете, в данном случае, что глаза стоят по одной линии, а рот по другой линии. Так, вот это как раз вот такая, в данном случае, асимметрия и придает лицу выразительность. Так, ну, можно было... Хорошо, что вот эти две линии не совпадают. Я понимаю, что это у вас, скорее всего, случайно получилось, но на самом деле это в реальности, вот эта линия, на самом деле, скулы и щеки, да? А вот это начало мусогубное, которое туда пойдет. Вот оно. А вот если вы подчеркнули еще линию толстой нижней губы, вот так же, да? По выражению, еще бы усилились. Вот такой бедный, страдающий, непонятно от чего. Да, ну это даже понятно. Это даже понятно, кто. О, это какой-нибудь стрелок из шайки Робингуга. Кирог в шляпу. Лук на плечи. И королевские леса залены. Постоянский Робингу. Только челюсть тогда не вот здесь, а вот здесь. Так. О, 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 нет, ну это маска. Скажите, а у реального человека вроде бы такой линии становится. А у нас же пока была задачка не маски рисовать, да? Вот у Коли получаются неплохие маски. Но эта работа не удачная. В каком смысле? У нас задание было другое. Ребята, еще раз говорю, мы с вами учимся здесь работать по правилам. Вы решили поработать не по правилам. Результат интересный и хороший. Но у нас задача другая была. Мы будем с вами заниматься условными лицами, условными композициями. Но чтобы они у вас хорошо получались, для этого надо сначала научиться работать по правилам. Договорились? Хорошо. Все. Все.